Всем привет! С вами ProBike и я, Егор. Сезон уже в самом разгаре, но наверняка некоторые еще до сих пор не успели купить подходящий велосипед для себя. Возможно, причиной этому стал резкий скачок цен примерно 3 месяца назад. Или, может быть, отсутствие необходимой модели в продаже. Ну и теоретически, может быть, есть и такие, кто до сих пор до конца не уверен, нужен ли ему вообще велосипед. И наша сегодняшняя подборка байков как раз решает сразу все три вышеперечисленные проблемы. Эти велосипеды есть в наличии, они крайне демократичны в цене и подойдут даже для тех райдеров, кто только открывает для себя мир маунтинбайка. Вот вам 5 горных велосипедов в ценовом диапазоне до 40 тысяч рублей. Начнем с Forward Apache 29.2.0 Classic. Мы, кстати, уже снимали обзор на данную линейку от отечественного производителя. Вы можете посмотреть этот ролик по ссылке в правом верхнем углу экрана. И в целом это довольно простые велосипеды, которые скорее предназначены для велопрогулок, нежели для тренировок и каких-то спортивных достижений. И велосипед Apache 29.2.0 расположился в модельной линейке в середине между версиями 1.0 и 3.0 и отличаются от них типом тормозов. На велосипеде установлены дисковые механические тормоза от Clarks. Модель Apache 29.2.0 построена на алюминиевой раме с пружинной эластомерной амортизационной вилкой Forward с ходом 80 мм. И трансмиссии 3х7, состоящей из компонентов Shimano Tourney и Micro Shift. Особо подробно про эти детали, наверное, рассказывать не стоит, так как они относятся к самой нижней линейке МТВ велокомпонентов. Зато колеса тут неплохие, накатистые, собранные на двойных алюминиевых ободах диаметром 29 дюймов. А также на стальных двухмиллиметровых спицах и алюминиевых втулках. И особое внимание стоит уделить конструкции амортизационной вилки, которая имеет сварные стальные штаны и алюминиевую корону, что для велосипедов данного ценового сегмента является вообще-то обычным решением. Однако это накладывает определенные ограничения на стиль катания и вес райдера, который собирается использовать данный велосипед. Сварные штаны это не самый прочный тип конструкции вилки, поэтому данный факт следует учитывать и не использовать байк в слишком агрессивных условиях катания. То есть форвард Апача 29.2.0 больше подойдет для спокойной, размеренной езды по паркам и крутовым дорожкам. Если это именно то, о чем вы мечтали, то этот велосипед вполне неплохое решение в данном ценовом сегменте. Далее в нашем списке расположились два велосипеда от Stealth, а именно модели Navigator 920D и 930D. Несмотря на схожие названия, эти байки довольно сильно отличаются между собой по комплектации. Рамы обоих велосипедов выполнены из сплава алюминия серии 6061 с применением технологии гидроформинга. Также из схожих элементов можно выделить 29-е колеса на двойных алюминиевых ободах, а также втулках на промо-подшипниках. Оба этих велосипеда оснащаются дисковой гидравликой и трансмиссией 3х8, однако в более старшей 930 модели трансмиссия состоит из компонентов Shimano Terny, в то время как 920 модель комплектуется китайской трансмиссией L2 серии А3. Кроме того, велосипеды отличаются и системой амортизации. На старшей модели установлена вилка от Suntour, работающая на пружине, а вот в модели 920 вилка уже ОМ-ная, безымянная, но также пружинная. В общем, в целом оба велосипеда будут иметь примерно одинаковое назначение, это прогулки в парках, по асфальтовым и грунтовым дорогам, с эпизодическими съездами на простые лесные трейлы. Однако от старшей модели я бы все-таки ожидал больше надежности при эксплуатации. Следующий велосипед в нашем топе это Forward Next 29X, и от него уже можно будет получить чуть более расширенный спектр возможностей. В нем с первого взгляда узнается трейловая составляющая. Здесь и верхняя труба расположена ниже, чем на остальных байках. Это ведь добавляет безопасности в условиях более экстремальной и агрессивной эксплуатации. Угол рулевой тут заметно острее, по заявлениям производителя он составляет 68 градусов, что весьма в ногу со временем. И еще тут вилка с запасом хода не 100 мм, как на стелсах, а уже 120. В общем от этого байка я обжидал гораздо больше фана от внедорожного катания, нежели от всех остальных моделей. Рамы Forward Next выполнены из алюминия серии 6061. Вилка тоже собственная, пружинная и ластомерная. Трансмиссия тоже более выигрышная, по крайней мере с точки зрения веса 1х8, собранная на компонентах Sun Race. Это конечно не очень привычное решение, вызывающее ряд вопросов с точки зрения достаточности диапазона передач. Но если учесть тот факт, что на велосипеде установлена кассета 1140, то этот вопрос отчасти снимается. Шатуны здесь от компании Prowheel с нейровой звездой на 32 зуба. Так что и на равнинных участках можно будет поддерживать нормальную скорость передвижения, не сильно сдирая каденс. А вот гидравлических тормозов здесь конечно может не хватать. Вместо них, к сожалению, установлены механические. Зато от Tektor серии M280. Также Forward снабдили этот байк более толстыми покрышками в 2,4 дюйма. Колеса, естественно, 29-е, накатистые, собранные на двойных алюминиевых ободах и втулках от Forward. Ну что ж, по-моему это весьма неплохая попытка сделать entry-level трейловый байк. И если вы только задумываетесь о покатушках в лесу, то лучше взять его, чем что-то из списка выше. Ну и напоследок, давайте взглянем на еще один велосипед от Forward. Это модель Sporting 29XX. Когда я увидел этот байк впервые, форма его рамы мне немного напомнила некоторые гравийные велосипеды. И знаете, оказалось неспроста. Как это неудивительно, Forward Sporting существует еще и в виде байка с ригидной вилкой, кучей бонок и рулем-бараном. Такая модель имеет приписку турист названия. Но сейчас разговор не о нем, к сожалению. Здесь же мы имеем дело с Hardtail на 29-х колесах, с амортизационной вилкой, имеющей запас хода в 100 мм. Кстати, ноги вилки на данном велосипеде, как и на прошлой модели, имеют диаметр 32 мм и нормальные алюминиевые штаны. А вот рама по каким-то непонятным причинам выполнена из стали Hi-Ten. Хотя если вспомнить про туринговую версию с рулем-бараном, то может и не зря она сделана именно из стали. Трансмиссия здесь скорее адаптирована под асфальт и грунтовки, нежели под трейлы. Система штанов такая же, как и на модели Nex 29X. А вот кассета и шифтеры другие. Здесь используется система 1х9, собранная из компонентов Shimano Altos и MicroShift. В сочетании с кассетой Forward диапазоном 11,36. Колеса тут алюминиевые, двойные, с отулками Forward, работающие на промах. Резина тоже довольно широкая, от чешской компании Mithos, шириной 2,35. Тормоза здесь дисковые, механические, от Tektra. Точно такие же, как и на прошлом байке. Но опять же, более шоссейно-гравийным амплуа. Спереди и сзади ротора по 160 мм, а не по 180. В общем, интересный байк, особенно если планируете гонять на нем по гравию или асфальту, а не по чему-то другому. В общем, такая вот интересная у нас получилась подборка. И даже в этом, наверное, самом скромном ценовом сегменте, оказывается, можно найти довольно интересные велосипеды. Так что выбор остается за вами. Ну и, конечно, не забывайте про специальный промокод для подписчиков нашего канала, чтобы получить чуть более выгодные условия, о которых можно почитать в описании.